так ночью с мотоблоком почти закончили единственное тут останется поставить аккумулятор провода кинуть и стартер теоретически по нему все закончили а ну и с плугом разобраться просто не знаю какой полк там чего ставить может где-то что это протянуть придется по факту ручку я вот здесь вот такую заменил и стояла такая маленькая блин руку отбивала сейчас поставил такую большую мощную с ней вроде поудобнее так и дальше надо будет вот эти штучки не знаю как называются собрать я вот пока начал вот примерно вот так это должно выглядеть вот сейчас соберу одну соберу вторую протяну все и теоретически уже будет готова почворец или как он там сходили тут магазинчик прикупили такие фонарики крепежи кронштейны и крыло это все для прицепа это когда у меня крыло разорвало когда колесо взорвалось лицо порвало крыло погнуло все кронштейны вот это будем делать дальше съездил я тут в магазинчик и прикупил плуг для трактора оборотный и кронштейн к нему как это все будет присоединяться пока не знаю ну увидел в общем для самого это будет интересно как это все работает чего это зачем это почему очень много вопросов будем испытывать пробовать так ну на скорую руку установил плуг на мотоблок подсоединился как должно было быть теперь надо понять как это вообще все работает и уже тогда будем регулировать то есть по факту надо доехать до деревни и попробовать очень спахать а перед тем как спахать надо вот это ребро наточить как говорили и вот здесь вот надо тоже все зашлифовать и вот это ребро заточить да она на самом деле не очень острое всего и будем пытаться выпахать правда какой-то весь хлипкий вот ну что-то будем думать чтобы он чуть пожестче бог будем решать всем привет мы от монах синема на дворе конец октября погодка такая то дождь то ветер тут мне привезли дровишек чтобы дома отапливать вот я их сейчас складываю вот складываю их возле забора внутри так как дровница стройматериалом завалена вторую новую я еще не построил времени просто не хватает ни на что но дрова по-любому должны быть под навесом поэтому пока это будет так а в дальнейшем первое что я сделаю это построю дровницу она строится легко попробуем хотя ни разу не строил ну короче замутим вот сейчас пока выкладываю дрова как закончу а ну и соответственно новым мотоблоком я перекопал здесь кусочек земли но проблема в том что лук который я купил переворотный он нихрена не работает потому что блин на нем такие люфты но про это я покажу вам чуть позже ну надо было хоть как-то перепахать вот более-менее перепахал что будет там дальше пока не ясно в общем время покажет так дровишки которые нам привезли целую кучу мы уже перетащили вот сюда вот всей семьей так оперативника и постараюсь максимально закрыть от дождя чтобы металл тут не улетел моего более-менее привязали так заборчику проволочком сверху от лестницы положили чтобы хоть какой-то груз был и теперь это у нас такая стопочка короче здесь вот ровно телега потом когда дровницу сделаю вот перетащу туда что останется я конечно дилетант в этом деле и маленький вот кусочек земли пропахал но вот какой люфт как бы его не ставил этот люфт не исчезает а почему этот люфт такой бывает это болтик он постоянно выкручивается а вот почему и вот я в какой-то момент подумал а мне вообще надо чтобы он откручивался и снимался может я просто тупо вот эту штуку приварил для чего должен сниматься вот честно говоря но не понимаем смазал эту пасленку могу сделать будет смазываться но потому что с таким люфтом пахать просто невозможно это просто трэш на что вообще производитель рассчитывал я не знаю сейчас как-то будем устранять это потому что это не дело мне тут по случаю достались два диска от него и и мне вот эта вот часть нужно я сейчас вот так вот по кромке отрежу и оставлю вот эту часть и вот эту часть и потом будем приваривать ее к валу ну вот 600 секунд и все у нас отпилено эти части не нужны нам нужно два вот этих и сейчас мы начнем их делать так из полученных запчастей мы сейчас повтыкаем туда наши шпильки и у нас получится вот такой вот агрегатик потом мы это делаем все обварим вот с этой стороны чтобы хорошо держалась и будем каким-то макаром приспосабливать вот это но пока со шпильками разберемся поехали блин одно время короче хотел себе короче такой интерскол короче купить ну что-то вроде такой инвектор сварочный но но блин вот прошелся тут прошелся тут тут чуть-чуть и все и он выключился типа перегрелся поэтому я свой дуга какой-то у меня там такой блин его вдвоем только носить ни на что не променяю вот как это получилось все теперь мы сюда нивские колеса приделаем и она у нас прямо вообще конкретно газовать будет я второй доделаем и тоже будет прикольно как только аппарат включится вот такие вот незамысловатые ступицы под низкие колеса у нас получились это еще горячая уже остыла ну поедем в деревню будем пробовать что-то здесь поп проварил на пройти сейчас повторно пройдусь обычная лента который груз обычно стягивают железная такая я сложил вдвое отпилил в размерчик и вот стоял теоретически все люфта нету люфт чуть-чуть дальше теперь появляется там и болтиком затянем с гаечкой сейчас я все обратно собираю и тупо обвариваю по всему периметру проварили вот тут когда короче варил немножко поползло на резьбу вот сейчас мы попробуем вот так вот прикрутить и тоже прихватить чтобы нагрузка не было на эту деталь а была на шайбу